Привет, меня зовут Марина. Сегодня очередное видео покупок, распаковка сайта Валбис. Любители такого эксклюзива, таких разных находочек, конечно, присоединяйтесь к просмотру. И у меня на столе стоит Дед Мороз из Лапландии. И почему он стоит? Да потому что у нас на Кубани наконец-таки пришла зима. Вокруг все белым-бело уже неделю. И мне не хочется его убирать, эту елочку тоже. Хотя все мы уже очень хотим весны, но пусть этот старичок нас еще порадует. Ну и первым делом, что я вам хочу показать, последнее мое видео перед этим были покупки фикс прайс. Я омелькнула вот эта игрушка. Я такую уже заказывала и показывала в заказах Валбирис уже год назад или полтора. Очередную купила. Вот цепится она у меня. Была вся она в пленке завернута. Пленку снимаешь и все начинает выпадать и теряться. Я думаю, с этой игрушкой многие знакомы. Видите, боюсь ее даже переворачивать. Это деревянная вещь. Игрушка для детей и взрослых. Китайского производства. Я уже приобретала, дарила и не распаковывала. Это уже я приобрела для себя. Не то, что для себя, но просто в моей семье, чтобы она была эта игрушка. Знаете, как антистресс, стресса снимать. Внучка у меня есть, которая начала уже играть вот этими деталями. Они цветные, яркие, привлекать внимание и вроде как безопасны. Да вообще забавная штука. И у нас в советское время что-то наподобие. Даже были такие игрушки, только пластиковые. И мне нравится. Она аккуратно сделана достаточно. В общем, аккуратненькая. Краска не оставляет следы на руках. В общем, классная штука. Бюджетная. Я покупала где-то за 260 рублей примерно. Год назад я покупала за 160 рублей примерно. Вот. Поэтому ссылки оставляю на все. Кстати, оставляю на все товары ссылки. Обращайте внимание. В инфобоксе, также в закрепленных комментариях они будут. Отталкивайтесь от моей цены. Либо выше, либо ниже. Какую-то цену вы там поймаете. Не забывайте товары кидать в корзинку. Отслеживать цены. И ловить самую вкусную цену пониже. Впрочем, как я и делаю. Но не всегда получается. Сколько всего интересного вы можете здесь собрать. Вместе с ребенком. Ну, вы скажете, как теперь хранить. Вот, естественно, хранить теперь никак. И поэтому я в прошлом видео показывала. Купила очень дешевые папочки в фикс-прайсе. Это было мое последнее видео перед этим. Целый набор копеечный. Ну, единственное, что только формат 4 подошел к этому тетрису. Ну, зато удобно хранить. Так что, кто не видел моего предыдущего видео, приглашаю к просмотру. Товары покупки из фикс-прайс. Я думаю, это тоже полезное видео. Интересное. Вот таким образом все мы можем здорово хранить. Удобно, легко. И ничего у нас не потеряется. Я смотрю, что у многих такие проблемы возникают с этой игрушкой. Она такая красивая, яркая. Пусть создает нам настроение. Кстати, тем более впереди праздники. 8 марта, девочка, мальчикам вам подарок бюджетный, но классный. Вот такая идея. Далее по сказочной цене, как я это люблю делать. Я выкупала вот такие носочки. Они сразу, скажу, закончились. Но я за ними охотилась. Охотилась, дождалась, когда цена упадет. Что-то там 170 с копейками рублей. 5 пар. И еще упаковка в подарок. Вообще красота. Как цена упала, их тут же размели. Сразу скажу, носочки Китай. Красивая расцветка. Вот так все пришло. Просто быстренько вам их покажу. Ну, почему я все-таки решила вам их показать? Да потому что много носочков сейчас таких продаются. У этого продавца они закончились. Но у других-то продавцов они еще остались. Вы можете отследить и по низкой цене выкупить. Вот такие классные. Правда, у продавца был размер написан вообще там 35-37. Я думаю, я знаю, кому такие подарить. А пришли они мне. Аж 41-47. Но они подходят на обычную стандартную ногу. Женскую на 38-39. То есть, вы видите, явно мужская нога здесь, мне кажется, не войдет. А может, войдет. Не знаю, не мерил меня муж. В общем, они классные, симпатичные. Поэтому ловите носки. Это не один продавец торгующий. Такими носочками распродажными. Выходит примерно пара носочков по 37 рублей. И плюс еще подарочный пакет в подарок. Вообще шикардос просто. Поэтому на такие вещи я всегда обращаю внимание. Кстати, здесь что интересно, написано, что носочки там мужские. Хлопок, полиамид, эластан. В общем, замечательные носочки. Приятные. Не без синтетики. Но они приятные. И на подарок просто будут шикарны. Будущий Новый год. Скорее всего, наверное, вряд ли мужчина. И к ним прекрасный подарочный пакет. Вот за такие акции Валберрис очень люблю. Мне очень нравится. Таких акций в магазинах, мне кажется, не бывает в обычных. Онлайн. Онлайн. Оффлайн. Далее. Товар весь на момент съемки. Товар весь в наличии. Это единственное, носки не в наличии со всей подборочки. Закончились. Все остальное у продавцов в данный момент есть. Далее я заказала вот такие интересные продукты. Это уход у нас за полустюрта. Это итальянский бренд. Офичино. На эти товары идут прекрасные отзывы. Достаточно популярные продукты. И что очень мне понравилось, что эта косметика полностью органическая. И которая идет в перерабатываемой упаковке. Флакон, кстати, стеклом. И также включают в себя 100% натуральные живые масла и растительные экстракты. Без синтетических добавок и консервантов. Я очень уважительно отношусь к органической косметике. Плюс мне зацепил именно такой формат в виде таблеточек. Такие таблетки у меня в данный момент. Это ополаскиватель для рта в очень удобном формате. Который можно взять с собой. Да и в ванной комнате очень удобно использовать. Одна таблеточка быстро растворяется в нескольких столовых ложках воды. Удобно, прекрасно освежает. Приятный вкус. Чистота вам обеспечена практически до утра. Свежесть составляет плюс натуральный продукт. И я думаю, что благотворно воздействует на десну. Как пишет сам производитель, жидкость для полоскания рта с эфирным маслом мяты. Для длительного ощущения свежести и более тщательного очищения. Действительно, очень приятный вкус мяты. Ощущается, знаете, такая как жвачный какой-то. Вкус мягкой мяты. Этот флакон достаточно экономичен. Здесь 95 таблеток. То есть, рассчитано на 95 полосканий. Хватит на 3 месяца спокойно. И удобно брать с собой, естественно, эти таблеточки. Пересыпаю в другую тару. Ну и естественно, к этому ополаскивателю я приобрела пару. Это зубная паста, а также органическая, с ароматом мяты. И с таким же очень приятным мятным привкусом. Выбрала я органическую зубную пасту для чувствительных зубов без фтора. Она нежно воздействует на раздраженные десна. Благодаря экстрактам ромашки и календулы. Оказывает успокаивающее и смягчающее действие. Ацетрацинка помогает предотвратить образование зубного налета и зубного камня. Самой пастой очень приятно пользоваться. Она мягкая, но так как она органическая, она, естественно, не пенится. И при этом достаточно тщательно вычищает зубы, не имея практически никакой пены. Очень мягко воздействует на зубную эмаль. Я пользуюсь ею уже неделю. И у меня как бы чувствительность действительно снижается. Я думаю, что она совсем пройдет. Пастой я осталась очень довольна. Паста достаточно экономичная. Ее надолго хватит. Также она подходит для веганов. Эти пасты идут в ассортименте. И не только мята. Также у бренда присутствует целая линейка зубных паст. И даже в виде таблеток. Этакая сухая зубная паста. Кстати, на нее тоже были хорошие отзывы. Догонку еще от Офичины итальянской косметики я заказала. Крем для лица. Так как они имеют две линейки. Для ухода за полстюрта и для ухода за кожей. Все ссылочки в описании. Я заказала ложку. Но это было как раз до того, как эти ложки привезли. Фикс прайсы. К сожалению. Я купила где-то за 140 рублей или 130 с чем-то. Вот такую ложечку. Всем она известная. В общем, давно хотела ее приобрести. И что-то как-то не доходили руки у меня до нее. Вот. И теперь все-таки приобрела за небольшие, в принципе, деньги. Оставляю все равно ссылку на этот товар. Потому что мало вдруг вам надо. А вдруг вам фикс прайс не завезли, либо разобрали. Почему бы не приобрести? Потому что на Алиэкспресс они выходят далеко не дешевыми. Вот. По мне так на Валбереже даже дешевле вы их поймаете. Отличная ложечка. Замечательный зажим. Ведь я его даже уже попользовалась, естественно. Отличный, классный. Хорошая мерная ложечка на одного человека. Я насыпаю полную. Вот так руку убираю, горку. И мне хватает вот этой дозировки кофе. Возможно, и для чая нам пригодится. Отличный зажим. В общем, очень удобно. И что тут скажешь. Классная ложка. В фикс прайсе будет. Если я поймаю такую ложку в фикс прайсе, я еще и там куплю. Там цена всего-то 79 рублей. Ну, боюсь, что пока я до фикса доберусь, их просто не будет. Так что имейте в виду. Сначала мне муж сказал, я что-то купила эту ерунду. Теперь сам пользуется, ему нравится. Нужная вещь в доме. Далее очередной от пудов у нас брауни. Я заказала. Кстати, я ни разу не брала. Буду первый раз готовить. И, как всегда, наверное, сниму и вам покажу. Просто показываю, как приходит. И плюс была еще дополнительная вот такая защита в виде коробки. Что здорово. Поэтому у меня коробочка такая целенькая. Плюс пленочка. В общем, отлично. Так, от пудов. Все хвалят. Отзывы опять прекрасные. Поэтому, как не заказать. И цена была там что-то то ли 160 рублей на эту пачку, то ли 170. Ну, максимум мне досталась она. О, здесь даже форма для выпечки. Только сейчас увидела. Готова смесь плюс форма для выпечки. От пудов. Что здесь интересно у нас есть. Так, мы можем прочитать, что брауни один из самых популярных десертов в мире. Шоколадное пирожное с влажной серединкой. Был придуман в 1893 году на кухне в Чикаго. Это вы можете остальное вот так прочитать, если вам интересно. Как специально все заклеили. Видим только картинки. Что нам понадобится? Это, значит, сама смесь. 120 грамм очищенного растительного масла, я так понимаю. Да, правильно. Одно яйцо и 100 мл воды комнатной температуры. В общем, и все. И у вас будет уже вкуснота вот такая на столе. Либо на 23-й буду делать, либо на 8-е марта. Но уже хочется попробовать. Ну, естественно, во блогах вам покажу, что вообще у меня получилось. Может, какая-нибудь ерунда получится, не знаю. Показываю все как есть. Всю правду. Мне интересно, что там внутри за форма. Кстати, масса готового десерта полкило. Так, ну вот, мы сейчас посмотрим, что получится. А, вот как это все выглядит. Вот такая форма уже. Слушайте, она такая маленькая. Тут надо было две упаковки брать. Если для гостей. Это только для меня получится. Ну, еще мужа угощу немножечко. Нет, я не буду ни на 23-й, ни на 8-й делать. Это я сделаю просто так. Фильм посмотреть, киношку какую-нибудь. Ну, как-то оно маловато. Смесь, вы видите, форма тоже очень маленькая. Прям я немножко расстроилась. Я думала, там какая-то складная внутри. Как хорошо, что я сейчас заглянула. А не оставила даже до праздников. Иначе было бы сложное расстройство. Вот так. А так форма хорошая. Смотрите, гладенькая, плотненькая. В общем, не разлезется, я думаю. Да и отзывы были замечательные. Все, на праздники эта выпечка отменяется. Очень другой спикрой. Побольше размера. Ну, и на сегодня осталась у нас техника. Которая может пригодиться и на подарок. Нашим женщинам, девушкам на 8 марта. Это вот такая фен-щетка. Заказывала со страхом немножко. Потому что у меня такие все вещи приходят. С платным возвратом 100 рублей. Естественно, был страх, что придет в какое-нибудь ужасное состояние. Но я брала для себя, а не на подарок. Вот. Приобрела Равенту. Посмотрела, что цена в магазине в ДНС 1600 рублей. А я приобрела за 1000, то ли 50. В общем, я пишу вам цену на экране. 1000 с копейками. Поэтому думаю, надо взять по запас. Цена невелика, как и сам фен-щетка. Очень популярный продукт на Валберес. Я уже его проверила. Работает прекрасно. Выполняет свою функцию хорошо. Но не на всю длину волос может подойти. Кстати, мне понравилось, что здесь есть тормалиновое покрытие. Две щетки, две насадки. И вот таким образом можно пользоваться. Очень легко в управлении эта вещь. Я думаю, у многих есть. Это достаточно уже модель. Не знаю, наверное, десяток лет уже точно этой модели есть популярность. Всего-то 300 ватт. То есть это не очень мощная вещь. Но при этом она бережет волосы. Не пережигает кожу головы. Не пересушивает волосы. Тормалиновое покрытие также, мы знаем, бережно относится к структуре волос. Обещает нам антистатик. Но проблем никаких не было. Вот я пользовалась. Размеры насадок. Вы смотрите. Ну, очень все легко. И мне нравится, что крутится вот эта вещь, как и положено. И самое главное, пришло мне все. Хоть дари на подарок. А может быть так и сделала. Кому-нибудь и подарю. Внутри коробки мы находим, конечно, кучу литературы. Всякое описание. Также две насадочки. Ну, мне лично понравилась больше вот такая. К таким привыкла. У меня фенщетка более большая. Крупная, которая делала укладку постоянно. Уже не одно десятилетие. Просто жить не могу без таких вещей. Это все-таки, я считаю, более дорожный вариант. Просто отличный. Вот. И плюс еще он более для коротких волос служит. Ну, а щетку вы можете выбрать, кому что подходит. Я и на такую попробовала. Прекрасно работает. Ну, это просто мне более удобно. Меняется здесь все легко достаточно. Многие почему-то не могут поменять. Это все пластик. Как мы видим, не металл. Так, а где турмалиновое покрытие? Что-то я не поняла. Обычно, насколько я помню, на металле. Вот как у меня, допустим, на моей щетке, которой я пользуюсь. В общем, здесь две простыни. Миллион языков. В общем, а найти я про турмалин что-то ничего такого не нашла. Это, наверное, скорее всего, вот эти частицы, которые вылетают. А не само покрытие. Я так понимаю, что здесь основное, это вот только картинки. Определяем все по картинкам. Кстати, вещи-то не вращающиеся. Ну, что для меня просто отлично. Чтобы поменять, показываю, как, кто не знает, потому что смотрю, там по отзыву многие не понимают, как менять, отказываются, потому что не смогли поменять. Не знаю, я так поняла. Все это легко вынимается. Вот видите, тут тоже пластик. Надеваем другую насадочку. Вот так раз, защелкиваем. И прикручиваем. Все очень легко. Выбирайте, хоть каждый день меняйте, какая вам удобна. Не знаю, прическа у меня как бы не поменялась. Эффект, что после одной насадки, что после другой, ну, на моей голове, по крайней мере, одинаковый. Для коротких волос отличная штука, подходит здорово, сушит хорошо, завивает волос, то есть делает его пышным. Замечательная укладка получается. Но так как мощность всего 300 ватт, поэтому, естественно, что это будет немного дольше. И объем небольшой вот этих насадок, поэтому тоже немножко времени занимает дольше. Если вам есть время поставить повозиться, вам эта вещь прекрасно подойдет. Но опять же, здесь, знаете, сноровка. Я пару раз сделала укладку, все отлично. У меня волосы длинные, но при этом у меня каскад на голове. Поэтому для каскада на любую длину волос, мне кажется, подойдет. В отзывы все это можете прочитать. И много фотографий девчонки показывают укладок своих. Вещь, кажется, достаточно надежной. Тут крутится все вокруг коси, это здорово. Вот это вот, это очень важно. Достаточно длинный шнур, тоже важно. Длина шнура, вот сейчас посмотрела, где-то метр семьдесят. Ну, то есть не короткий, не сильно длинный, но и не короткий, как бывает. Более дешевых аналогов. В руке держать достаточно удобно. Это действительно такая прям расческа фен. Имеется две скорости. Шум, как видите, невысокий. Пошел нагрев. И нагрев посильнее, мыши сильнее, горячее. Удобная вещь, компактная, недорогая. Роман, там, как-то я доверяю этому бренду. Надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным, интересным, развлекательным. Спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.